МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Восвятая служба информации телерадо-компании Гомель у студии Натальи Игнаценко. Глядите в этом выпуске. Сустракаем Новый год разом. У Гомель затверджена программа святкования у наголовной площади города. Чужих детей не бывает. Перед новогодние дни час добрачных елок, подарунков и веншаваннел. Олимпийским чемпионам подрастает достойная змена. Почас спортивного шоу новогодняя каска провели детячие забеги. Будинок кинотеатра юбилейный чакает новое житсо. На электронных торгах кошт лота поднялся у 1700 разов. А зараз об этом меньшем больше подробязна. Конкурсы, концерты и горачая горбата. В Гомеле затверджена программа святкования новогодней ночи. Коли лучше приходить на центральную площадь города, и какие меры безопасности при этом необходимо заховывать, доведался Олег Синцеров. Центр новогодних мероприемств у Гомеля, площадка Ленина, все лето тут у Пешеневу солевали елку со светодиодными гирляндами. Новая концепция выкраслана и при упряжении самой площади. Головные символы доходящего и будущего года, знаки за Деяку, арки с коронковым орнаментом и орелями. Усе створяет святочный настрой. У новогоднюю ночь тут же пройдут еще и разностранные культурные мероприемства. Концертная площадка начнет работать с 23.00. Как всегда, мы предусматриваем и развлекательную программу, встречу с Дедом Морозом и Снегурочкой, конкурсы, развлечения. Поэтому будем рады всех видеть на площади Ленина. Для тех, кто не сможет по каким-то причинам к нам присоединиться, мы рады предложить праздничные программы во всех районах города, которые начнутся уже после боя курантов. Где-то они начнутся с половины первого, с часу, и продлятся также до трех часов ночи. Для наших маленьких гамильчан мы предусмотрели программы праздничные во всех районах города и на площади Ленина 1-го числа. Для того, как гамильчане после новогоднего святкования могли с комфортом вернуться до дому, изменены расклад руху громадского транспорта. До 5-ти година ранницы на линии будут присылать троллейбусы номер 10 и номер 20, а так само автобусы 1-го, 12-го, 18-го и 20-го маршрутов до новогодних святов рыхтуются и гандлёвые организации. Гандлёвые роды на головной площади Гомеля будут присылать до 7-го студения, а в том, что пропадают покупникам, можно мерковать по рекламных надписах. Блины на огне, шаурма, бургеры, хот-дог, бульба-фри, попкорн. Максима не вельми користна для здоровья, а не всё-таки Новый год. А вот приносить спиртное с собой не рекомендуется. За аппаратом будут сочить нарады милиции. Что 300 инжек напоев на центральной площади в новогоднюю ночь, то только у пластиковых пол-литровых бутыльках. Такое потребование сломается мерами безопасности. Те, что бутыльки со шкла, кинутые у людей, могут привести до трагедии. В цели предупреждения конфликтной ситуации между гражданами, которые будут направляться к местам проведения массовых мероприятий и обратно, планируется увеличить плотность милицейских нарядов. Во время проведения непосредственно праздников места с наиболее массовым пребыванием граждан оградят турникетами, а пропуск будет осуществляться через контрольно-пропускные пункты с использованием ручных металлодетекторов. Это делается для того, чтобы не допустить пронос взрывоопасных предметов, взрывчатых веществ, оружия, а также ограничить приход лиц в состоянии опьянения. Еще одно строгое обмежевание, т.е. пиротехники, и ее використание в местах массового находления людей и поблизу живых будинков категорично заборонено. Порушайникам погружают совсем немаленький штраф до 30 базовых величин. Олег Синтеров, Василий Сипцов, Телерадо, компания «Гумель». На дворье у святочные дни будзе снежным, але не морозным. Денная температура поветра у регионе у неделю каля нуля. У ночи чакается до минус 2 градусов. Ледь холодней будзе у понеделок 31-го снежня, до трох морозу у день и до пяти у ночи. У новогоднюю ночь махчима заверуха. Такое на дворье захавается до сяредины наступного тыдня. У Гумелей в области чакается мокрый снег, а вось ближай до выходных похолодая. У ночи на пятницу папа передних прогнозах будзе уже до 12 морозу. Головная задача для дорослых у гэтая дни – подарить свято тем, хто чакает ягу больш за усіх, хто верить у цуды и казачного чаровника Деда Мороза. Кульминация святочных ранешников у Гумелі – областная доброчинная ёлка. Яна собрала у Гумельским цирку больше як 1400 дятей з усяго региона. Выхованцы шмадетных и приемных семью, у пераможцы шматликих конкурсов и споборництваў. Для многих удельников областной ёлки запрашальны билет як узнагорода за творчая и спортивная досягненья. Мелания Мешченко – злельчиц усяго 10 гадоў, а яна ўжо стала пераможццей Межнародной олимпияды по английской мове, дипломантам республиканского конкурсу по математицеў и призёрам одразу некальких споборництваў у сферы айти-технологии. Мене больше всего нравится айти. В нём очень много всего интересного. Там можна программируўць роботы, создаў своего робота, который можат ходіць, можат ехать, можат што-то шевеліць, паднімаць вещи, делай што-то за челавека. Узнагороджыня Дымя Абловы-Канкама навучэнцаў, які досягнули значных вынікаў у интеллектуальных, творчых и спортывных споборництвах, традицыў областных новогодніх ёлок. На гэты раз подарунки отрымали 10 школьнікаў з сямі району в області і города Гомеля. Запрасіли на свято ішмадзетнуў семью Харкушаў з Наравлянскага района. Пераможцаў конкурсу – лепшая маладая семья Гомельщаны. Оно скрепило нас. Мы начали... Раньше были семейны, бытовые, а тут ўже у нас творческая волна вместе на всех пятерых. Соедінила нас, как бы, все воедино. Танец, песни, театральный постанов. Первый номер жена, второй готовила. Вместе у нас получилось выиграть этот конкурс. Да. Ну, только то, что вместе мы работали, мы и победили. Подарунком для усіх удзельникаў галуной ёлки региона стало цирковое представленье. Яркое новогоднее шоу «Чароўный эликсир Деда Мороза». Змена расте. У Гомельским палаце лёгкоатлеты кинапереда дні Нового года провели спортивное шоу «Новогодняя каска». Цвеком программы стали дитячая забеги. Йовгения Кухаронак познаёмилася с маленькими и дорослыми спортсменами. Новогоднюю каску областный центр олимпийских резервов по лёгкоатлеты ЦИБРСМ ладзит другий год запар. Удел примают семьи былых и девючих лёгкоатлетов. Гэта свята не только для дятей, а и для батьков. Основной посыл этого мероприятия не только, чтобы дети поучаствовали в забегах, а чтобы бывшие лёгкоатлеты собрались под стенами, под крышей этого прекрасного комплекса и встретились. Перед початком споборництва конечно ж треба провести разминку. У якости тренера сама Белая Маланка, олимпийская чемпионка 2004 года у бегу на 100 метров Юлия Нестеренко. Прославленная беларуска означает, что на свае перше споборництва отправилась и прикладно в таком же взрослете, как сегодняшние маленькие спринтеры. Доброй памяти олимпийской чемпионке и эмоции, которые переживала в тот момент. Я принимала в таком возрасте в соревнованиях, тогда они назывались «Папа, мама, я спортивная семья». Я вот запомнила, такую эстафету была в обруч. Я помню, что меня в таком возрасте ещё носили, ну, как самую маленькую, чтобы быстрее пройти этап. А в основном всё делали мои родители и моя старшая сестра. Но уже тогда меня приучали. Это было всё очень с азартом, очень с хорошим настроением. До дела у забегов зарегистровалось сорок маленьких спринтеров во взрослете от двух до шести годов. Некоторые из них, не глядяши на невеликий опыт, были технично подрихтованы. Может, кто-то из этих детей определится своим будущим и что станет спортсменом, лёгкоатлетом. Я думаю, это дорогого стоит. Я как бы и сам лёгкоатлет, и здесь, конечно, родители, которые профессиональные спортсмены бывшие, пришли все со своими детьми. Конечно, конечно. Готовили? Да, конечно, готовили. Он умеет стартовать с низкого старта. Дистанцию 30 метров переодолили усе спортсмены. Были и такие, кто усилу взрослому не мог пройти дистанцию самостоянно, на допомогу им приходили батьки. На финише спортсмены очекали заслуженные медали. Узнагороду уручала Юлия Нестяренко. Максим Савин, Евгений Кухаронак, Евгений Макенко, телерадио «Компания Гомель». Веншуюць дятей с Новым Годом подчас мероприемства приходят с подарунками дадому и навыд уручаются лодкие сюрпрызы хлопчикам и девочинкам, які гуляюць на улице. Волонтерские отрады «Аткрытые сердце», які дейничая прыгом сельмаши, знов радую маленьких же хоров Гомеля. За годину Дедмороз со снягуркой поспели повеншевать шмат маленьких и дорослых, які гуляли по заснеженным городе альбо спешаліся по своих справах. Али обовязково спыняліся побач з галоными новогодніми персонажами і за довольненням расказывалі верши альбо веншавалі родних і сяброз надыходячими святами. А крімя таго, волонтеры завіталі і у сім'я, дзі живуть деці-інваліды, якім за фізічного стану тяжко пакідаць кватэру. Остатні хлопчыка відзявчынок з обмежаванными макчымастями отрады «Аткрытые сердце» повеншаваў у Доме культуры Гомсельмаш під час великого передновогодніх святам. В рамках проекта «Новогоднія сказка» это проходит у нас акція, посвящённая децям ограниченными возможностями, которые не могут передвигаться і не приходили ни на один наш праздник. Поэтому мы посещаем їх в этом году на дому. Болі 30 акцій було проведено за этот год і последня акція, которая буде закрывати наш проект «Новогоднія сказка», она буде проходить зато виртуальному, виртуальна реальність, где деці придуть з дневниками, деці с ограниченными возможностями. И полчаса, минут 40, смогу спокойненько поіграть. Чаровництва на каляды. У рамках доброчынной акцій депутаты Гомсельского городського совета сумесно с колективами Гомсельмаша і Злина набыли обсталявання для сенсорного покоя в допоможную школу-інтернат номар 5. Передали подарунки подчас новогодніх ранішніка. Сёня у спеціалізованной установі навучаюцца 173 децяти з особливостями психофізічного развіця. 40 зіг на протягу учебного тыдня живуть ў інтернаті. Батькі іх забіраюць на выходные і канікулы. Для заняткав з детьми ў школі абсталявалі сенсорны пакой. У вучебным раскладзі яго наведвання детьми некалькі разов на дзень. Лязгасы Беларусі ўже реалізавалі амаль 100 тысіч новогодніх древ. У Гомері галунная кропка продажу площа паўстання. На спеціалізованных кермашах новогоднія древа вышынёй до 1 метра обыцецца у 8-9 рублёв. Ад метра до 2-х у 10-12 рублёв. Ёлка вышынёй ад 2 до 3 метра будзе каштаваць 14-16 рублёв. Осаблівай популярнасті ў покупніков карыстаюцца новогоднія букеты і древы ў катках. Їх прададзіна більш за 3 тысічі. Білпошта апубліковала графік работы адзялення ў святочныя дні. У Гомеріжскай в області 31-го Снежня працовны дзень ў грацкіх адзяленнях скарочаны на гадзіну, а ў сельскіх будзе выходным. 1-го і 7-го студзеня будзі адкрыты толькі дзержурныя адзяленні. Больш падрабязныя в рэжымі работы можна даведацца на офіційным сайці прадприємства, а таксама панумары 154. У Біларусі з першага студзеня вырастуць нікаторая дапамогі і стыпенды, гэта звязана ца змяненнім базовой велічіні. Згодна с пастановой Сауміна яна складзе 25,5 рублёв. Азначым ад базовой залежыць і памеры падаткаў, зборов, штрафаў і іншых выплат. У минулый раз яна змянялася першага студзеня бягучага года з 23 до 24 з половай рублёв. Доброупраткавання населіных пунктаў, знос старых, непридатных збудаванняў заміна лифтаў. Пачас п'ятай сесії Гомельскага обласнога савета депутатаў 28-го скликання падведзіны вынікі сёлятній работы депутацкага корпуса, а таксама вызначена бюджетная палітика на 2019 год. Марина Джалая з подрабязнастями. Для обласнога савета депутатаў 2018 год асаблівы і вельмі значны. У такім саставі депутацкі корпус працюе ўсяго 9 месіцеў, але навад за гэты непротяглый термін отрымалася вырашыць шмат паставленых задач і вызначыць основны напрамкі на будучыў год. Проаналізавалі на сесі і эффектывныць супрацовніства депутатаў розных узронів з органами улады, важны напрамак дзейнасті сёліта, доброупарадкавання і навядзення парадку у населенных пунктах. Важным элементом благоустройства наведення порядка на земле являецца снос ветхих і пустуючих домов. В этом году мы очень хорошо поработали, две с половиной тысячи таких домов було снесено і около трёх тысяч гектаров земли було вовлечено в оборот. Що тычыцца бюджету на 2019-й год, то ён сбалансованы по усіх крыницах фінансовання. По доходах і расходах прирасте на 8%. Доходы на 65% будуть складацца з уласных сродкаў, по основным податкаў і на 35% з республіканских дотациў. Расходная частка бюджету складеў наступным годі 2,8 мільярда рублёв і захавае соціальну накерованность. На фінансованнях этой сферы пойде 65% однозванной суммы. Сохраняе тему сельского хозяйства поддержки, капітальних вложений. Наш соціальний блок, кроме всього прочего, наполнен ещё серьёзной тематикой, связанной с чернобыльской программой. Расходы серьёзно прирастают на выплату льгот, пенсій и питание дітей, которые учатся в учреждениях, расположенных на загрязнённых территориях. Идём уверенно. В наступном годі плануються скористаться пазыковым ресурсам на фінансовання однознапрамка урасходов. Додатковые гроши потребны для поскоренной заміны лифтов. Необходная сумма – 14 мільйонов рублёв. А Гаренка-27, это один с дому, где замена лифта. Необходное обсталявание смонтировано, выпробование пройдено. Засталося отримать пашпорт. И уже завтра же хары подъезда смогут скористаться новым, пригожим лифтом. Каб замініть лифт, потрібно два місяці. Гэта па нормативних документах. Частей за усе рабочее справляються за полтора. Зараз у домах ставить минавіта такіе лифты. Більш просторные і бяшшумные. КАКІЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ОБОРУДОВАНИЕ ПРОИЗОШЛИ ЛИФТОВЫХ КАБИН? Я вот вижу, что он вроде бы шире, да, і вот камера є, скажіть. – Да, да. На данный момент устанавливаются более, лифты с более широким проємом. То есть сейчас проєм стал 700 для того, чтобы жильцы с колясочками, мамы молодые могли спокойно коляски закатывать и выкатывать, кабины не мешать. Так же установлено видеонаблюдение в кабине. – Видеонаблюдение оно устанавливается во всех новых кабинах? – Да, видеонаблюдение сейчас идет во всех новых кабинах лифта. Это с завода «Могилев Лифмаш». То есть приходит оно. – По-моему, он стал ездить тише, работать, да? – Да, лифты сейчас с частотным преобразователем установлены, они более тихие, экономичные. – То есть они еще и энергосберегающие? – Да, совершенно верно. – И соседям тише, да, кто особенно живет на первых этажах, они не будут, наверное, наслышать работу лифта? – Ну, практически, да, работа лифта стала намного тише. На прикладу, в Гомеле до конца года заменять 223 лифты. Это больше, как в четыре раза превышает летошнюю личбу. В наступные два года заменять еще около полтысячи лифтов, которые отработали 400 года. На один лифт разом с монтажом и расходными материалами тратится свыше 40 тысяч рублем. Марина Джала, Игорь Марышенко, телерадио, компания «Гомель». Будинок Гомельского кинетеатра юбилейны продали на электронных торгах. Кошт лота вырос у 1700 разов. Початковая ставка складала 147 рублев. Продали за 250 тысяч. Гэта рекордный множник за всю историю проведения электронных торгов. З великим адрозненем стартовой и кончатковой цены у комитете «Гомель-абломаемость» реализовали еще три лоты. Четыре претенденты зацикавилися капитальным будинкам по магистральным завулку у Гомеле. Тарги стартовали с планки у Амаль 100 рублев и у вынику досягнули 12 с половой тысяч. Будинок столовой у Мазыры продали за 25 тысяч. Усяго селета комитет провел 155 аукционов у темлику 7 электронных торгов. Продадзі на Амаль 200 будинка у зяких полова за одну базовую величиню. У большасті гэта объекты социальной культурной сферы вытворча складского и сельско-господарча призначення. Новые власники планують выкрыстовывать набытую нерухомость под вытворча и складские потребы. Объекты гандлю, а так само для жилья и ведения особистой господарки. У Гомелі на домах, побудованных у первой полове 20-го ста годзе, по чертяжах архитектора Станислава Шабуневского усталюють таблички с QR-кодом. Нагадаем, у гэтым годзе знакаметаму дойліду присвоено звання гоноровага грамадянина Гомеля. Шмат учим, дякуючи яму, наш обласный центр набыл свою архитектурное обличча. QR-код, який можна считать с допомогой мобильного телефона, дозволить зайсти на потребный интернет-ресурс и больше доведаться про выдатного человека и его архитектурную спадчину. Выстава фигурок галовного символа надыходящего года сувенирных свинок працует в областной библиотеце Мя Ленина. Статуэтки представлены с праватной коллекции гамельчанки Тамары Климович. Яе складаюць вырабы из разных материалов, керамики, нефриту и бурштыну. Сувениры по майстерску выконаны и размалеваны уручную. У экспозиции так само малюнки живел на паштовках, скарбонки, поросяты у технице гжель, подсвечники и магниты. Владальница коллекции каже, что она родилася уход свини по китайским хороскопе, что и обумовило незвычайное захопление. Когда ее дети были маленькими, муж Тамары, знакомит и знавца Леонид Климович, привез ему подарунок первых гумовых парсючков. Себры и знаемые так само допомагают пополнять коллекцию. Необычное и очень практичное это свинка-кошелек. Не копилка, которых много, кстати, а свинка-кошелек. Мы до сих пор в ней держим мелочи. Даже здесь она с мелочью, потому что есть примета, что кошелек всегда должен с деньгами быть. Поэтому даже здесь в ней деньги. Украинские, российские, белорусские копеечки. То есть она мне очень дорога. Есть книжки, вы же понимаете, про свиней, сказки про свиней, фильмы про свиней, мультики про свиней. То есть даже команда у меня была свинячая, называлась Хрю, хронически разумные юноши. У Гомеля прошел первый турнир памяти футбола на Кубок начальника Управления внутренних справ Гомельского Абловы-Канкама. Особливость с поборництва у тем, что у дел примали выключна керавники подразделения. Усяго за трофей змагалися 10 команд. По выниках группового этапа вызначилися полфиналисты. Первую путевку уголовный матч турниру распрычевали команды АМАП и Советского Рауза Гомеля. Усерые пенальти перемагли супрационники отрада милиции особого призначения. У другим полфинале дружина ОУС футболисты Управления внутренних справ сдолили вырвать перемогу 2-1. У планах организаторов зарабить турнир традиционным и поширить состав удельников. Идея очень хорошая. Многие сотрудники поддержали ее, с удовольствием поддержали ее. Я надеюсь, она найдет свое дальнейшее продвижение и распространение. Это и так само иншие новины вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресе www.tvrgomil.by На этом выпуск завершенный. Добрых вам новинок и до новых встреч у эфиры.